Птички заливаются. Харита ушла. Ничего не вижу. Солнце всё отсвечивает. Харита, пока! Ой, не могу. Где она? Там она где-то идёт. Харита ушла. На природу! Ой, не знаю. Может, мне куда-нибудь тоже на природу. А? Такая красота. Или заняться опять всё помыть. Да-да-да-да-да. Смотрите, мои любимые, уже какие наросли. Перчики! Не знаю, вам видно, нет? Такие огромные вообще. Сколько тут время прошло. Уже можно горький перец есть. Хотела показать, как Харита ушла на дачу. Вон она там где-то дорогу переходит. А, телефон вообще не фокусирует, гад. Ладно. Пока, Харита. Привет, мои любимые. Можно загорать вообще такое солнце. Обалденное. А я хочу всё помыть. Так, пол, потому что всё после хоры везде волосинки. Сейчас покажу. Всё в волосах. Весь дом. Как этим я дышу, я не знаю. Да вот. Тут уже помыла чуток. Ну, я имею в виду там плиту, посуду. Тут всё понамывала. Сейчас покажу вам свой огурчик. Какой он уже у меня стал. Привет, малыш! Доброе утро, красавчик! Смотрите, какой мои любимые. Уже три листочка вот эти и четвёртый он выпускает. Такой хорошенький. Вообще. Видите, как растёт быстро. Пусть на солнышке стоит. Водичку ему вон. Она отстаивала кучу. Он политый. Всё. Прекрасно и божественно. А мне надо позавтракать. Я встала. В четыре меня харита разбудила. Я вся как это. Потом зашла вот Юлька. Сейчас забрала её. И ушли. И я встряла с утра. То с ней гуляла, то потом начала тут всё мыть, намывать. Вот. А сейчас хочу позавтракать. Сварила себе яйца. Смотрю на них. Не хочу вообще яиц. Наверное, сварю манную кашу. Самое то. Правда, не хочу вообще яиц. Зачем я их сварила? Вот так у меня прохрама в голове. Видать. Если не позавтракаю, не смогу готовить. Так. Ну что? Покажу сначала с самого и весь ход, как я готовлю. Как я готовлю манную кашу. Чуть потише. Силени не надо. Так, средненький огонь. Ставим чуток воды. Потому что если одно молоко, оно может пригореть. Где у меня молочко? Вот оно. Молочко. Еще хотела не только пол помыть, а и этот самый. И холодильник. Так, молочко у меня по-моему еще закрытое. Сейчас открою. В общем, молочко открыла. Водичка там уже закипает. Мало я открыла. В общем, наливаем молоко. Сколько хотите. Если вы будете немножко кашки на одну тарелочку, то чуток. Если побольше, то побольше. Затем немножечко солите. Солите. А потом немножечко сахар. Сколько тоже любите. Я не кладу ни масла сливочное. Ничего этого я не вкушаю. вот налила молочко. Надо, чтобы оно если не закипело, то хотя бы нагрелось. Ну, вот, я вижу, что оно уже нагрелось. Тут уже пузыри эти пузыречки, потому что вода была горячая. А, куда же вас поставить? Не знаю, как делать. Даже ума не приложу, короче. Потому что у меня одна только рука. Рука свободная. А нужно засыпать медленно. и это самое. А, куда же вас поставить? Не знаю, куда. Если так, ничего не будет видно. Сейчас молоко уже закипит. Ну, тогда засыпаю. Медленно засыпаю и мешаю. Получилась густоватая каша. И так и не удалось мне показать вам, как я ее засыпаю, размешиваю. Ну, и немножко варенья. Совсем немножко. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. Хочу узнать, что-то рано смотрелось грузина одного. Хочу пойти сделать эти самые. Купить сыр какой-нибудь. Кусочек малюсенький и сделать себе эти, как хачапури переневые. На обед. Очень вкусно. может, потому, что я обожаю малюю кашу. Мне реально очень нравится. Всем приятного аппетита, мои любимые. Очень, очень, очень люблю вас. Чудесного дня. Густовато, я люблю жидкую, но сейчас захотелось почему-то именно такой вот густой каш. Очень вкусно. вкусно. Продолжение следует...